Пятачок рядом с привокзальным сквером на выезде с улицы Кооперативной место довольно оживленное. Это единственная дорога в Видном, где из Расторгуева можно попасть в центральную часть города. Именно здесь и расположился пост ГИБДД, на котором инспекторы проверяли законность тонировки. На территории Московской области с 12 апреля проводится профилактическое мероприятие тонировка. Также входит в эту операцию выявление автомашин незаконно переоборудованных. В конструкцию которых внесены изменения. Чтобы выявить конструктивные изменения в автомобиле, безусловно, требуется серьезный осмотр машины. А вот тонировку видно невооруженным взглядом. Но и здесь мнение к делу не подошьешь, а потому на помощь инспектору приходит специальное устройство, которое и проверяет пропускную способность стекол. Заодно полицейский объясняет водителю суть нарушения. Светопропускание стекла составляет 29,2%. Должно быть не менее 70%. Большинство нарушителей руководствуются практичностью тонировки. Дескать, и салон меньше выгорает, и в машине летом не так жарко. И в этом есть здравый смысл. Но, увы, по мнению инспекторов, у этой темной медали есть и обратная сторона. Ухудшает видимость в темное время, особенно в пасмурную погоду. Это аварийность, это влияет на безопасность дорожного движения. Водители не спорят с инспекторами. Полностью признают свою вину. А кто-то даже исправляет нарушение на месте. От штрафа это не избавит. А вот предписание на устранение тонировки инспектор выписывать не будет. Вот так будем бороться с тонировкой. С 2016 года власти планировали ввести новые нормы. Штраф за тонировку должен был быть увеличен до 1500 рублей. Также предусматривалось взыскание в размере 5000 рублей или изъятие прав на срок от 1 до 3 месяцев в случае повторного нарушения. Изменения должны были вступить в силу еще с лета 2016 года. Но пока санкции остаются прежними. Весьма, кстати, либеральными. На водителя составляется постановление, выписывается штраф в размере 500 рублей. Также выдается, если водитель на месте не устраняет недостатки, то есть не обдирает, скажем, пленку, ему выдается требование. В течение суток он обязан устранить этот недостаток, предъявить автомашину. Если водитель не предпринял никаких действий, в случае повторной остановки его ждет штраф уже в 1000 рублей и даже арест на 15 суток. Справедливости ради надо отметить, что за час, который наша съемочная группа дежурила с инспекторами, было остановлено всего три нарушителя. Так что наши автолюбители, что касается вопроса тонировки, вполне законопослушные. Максим Козлов, Алексей Руднев и Екатерина Чернышева. Видное ТВ.